ребятки всем огромнейший привет вы как всегда на канале семян и чемоданах с вами я славян здесь оставлю контакты на свои социальные сети я сегодня вас приглашаю в новый выпуск сегодня очень ответственный день очень сумасшедшее утро потому что мы сегодня переезжаем как я сказал в предыдущем выпуске что мы переезжаем в геленджик сегодня наша задача утрамбовать машину я сейчас вам поставлю сразу кадры что получается и потом еще поставлю финальное как вообще сразу хочу сказать мы просто не помещаемся учитывая что мы огромное количество вещей отправили в москву которые между прочим пришли просто все в хлам посмотрите тоже выпуск я показывал что делать с этими вещами я вообще не представляю машина битком также мы сегодня узнаем куда мы заселимся я надеюсь квартира устроит нас и я надеюсь что не будет какого-то факта мошенничество потому что когда снимаешь квартиру на расстоянии еще делать какую-то определенную предоплату то всегда есть душе переживания до тех пор пока туда не заехал покажу дорогу покажу значит район куда мы заехали по возможности если мы успеем сходим на закат вот но собственно поддержите выпуск поставьте лайк пишите комментарии и погнали блин трындец вообще машина полностью витком вот с этого ракурса если даже показать причем колесики доски не дают закрыть багажник поэтому придется давить главное чтобы эту обшивку не продавить и плюс еще в салоне вот 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 за сидушками и сейчас скорее всего заполнится еще полностью сюда в ноги поставим и даже наверное какую-то часть поставим в салон ну вот смотрите почти финальное вот так вот вещи встали если то есть на сидушку вот так сделаю вот сюда встанет еще ящик с продуктами еще остатки мыльно-рыльного сюда вот 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 так вот все будет полностью забито ну и соответственно багажник полностью весь вообще впритык я на самом деле просто подумал что ехать сейчас как шпроты в банке вообще не вариант поэтому я так подумал подумал дай-ка я быстренько сейчас найду машину попутно вот и нашел вроде он сейчас должен за нами приехать я все что лежит получается в машине я просто перегружу ему вот и уже в геленджике встретим его и разгрузим надеюсь что в этот раз вещи конечно доедут сегодня очень сильные порывы ветра надеюсь его нигде не перевернет как того вот но лучше ехать в комфорте и не на такой загруженной машине ну как это вообще вот приехал бегу перегружать такса погрузил отправляется и мы получается вот так вот остаемся и это я сейчас все дело буду перекладывать уже непосредственно в багажник ну и того вот так у получилось то есть вообще налегке и салон вот так я пока поднимался встретил в подъезде хозяев хозяйки сказала что уже поднялась на все нормально она не сказала только то что стулья видимо то что они пошерпаны немножко я сказал что это такая такое покрытие что ну типа вот например вот уголочек вот это вот сами стулья по себе такое покрытие вот поэтому короче так так ну все квартирка спасибо что нас приютила на целый годочек все оставляем и погнали так вот большущие панорамные скучать не будем как говорится но вспоминать точно будем мы сходили отдали ключи хозяйки на здесь недалеко работает полностью укомплектовали машину зашли в нашу любимую пекарню купили булок сейчас все быстро обедаем перекусываем и все и будем выдвигаться путь нам ехать два с половиной часа примерно 33 с половиной часа мы посмотрим как будут пробки погнали мы уже выехали и вот 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 основная причина почему хочется бежать из краснодара это вот постоянные пробки куда бы ты не поехал во сколько бы ты не поехал чтобы выехать из города в любом случае потратишь часочек точно ну и плюс конечно бесконечная пыль а еще смотрите выезжаем из краснодара у нас 25 градусов представляете 25 и это все с сильным ветром с пылью ужас так ну что смотреть у нас погодка уже до 26 поднялась мы почти выехали из краснодара нам единственный сейчас вот здесь на выезде так заезжаем на заправку вот на газпромнефть зальем дизелька на пару тысяч вот и будем дальше двигаться уже на м4 так все мы выдвигаемся ведь указателем 4 дом соответ сюда и поворачиваем вот обычно здесь стоим вот когда заезжаем из наших микро путешествий здесь стоит всегда по вечерам особенно бордовый цвет ужас полнейший так ну вроде все смотрите мы вот прям основательное прошли значит по обходу выезжаем из краснодара здесь вот указатель джубоган новороссийск дальше прям вот сразу ведь там стела желтая и заезжаем в адыгею республику адыгея город адыгейск дальше у нас прекрасный горячий ключ будет город и все дальше будем двигаться уже по дороге 10 пост сейчас проезжаем все пост проскочили вот он указатель краснодар до свидания геленджик встречай такой близнец обгоняет а нет это каравелла начать не близнец мы подъезжаем горячий ключ в наш любимый и здесь кстати температура уже 26 половиной градусов смотрите вообще лето просто подкралась незаметно кто будет проездом либо в краснодаре обязательно съездите в этот город погулять я недавно ездил геленджик по рабочий момент выпуски тоже снимал и вот семью которую вез они очень давно живут в краснодаре но при этом они ни разу не были в горячем ключе я им рассказал он говорит ничего себе это чушь так ну про него нигде не слышно не видно вот я вот лично когда здесь проезжаю всегда рекомендую советую съездить сюда гулять вот здесь вот основные достопримечательности горячего ключа этот вот начинают очень много машин посмотрите слева справа видимо город сегодня витком самом деле мы заездили снимали выпуски и он набрал уже наверно 1060 просмотров и походу тоже когда ты снимаешь показываешь какие-то интересные места города люди автоматически начинают ехать вот я просто такого скопления здесь машин не видел ни разу учитываясь что сегодня будет день пятницы когда вещи грузили из моей в газель начал поднимать чемодан и прям сильно дорвал себе спину болит еду но это прям вообще это трассу не такое случилось на первый раз было когда я занимался кроватями тоже фура пришла и что-то схватил не подумал хотя грузчики были вы все потом неделю мучился сейчас еще выгружать надеюсь надо будет выгружать а то мало ли что у нас квартира получится вот и это надеюсь пацаны мне будут помогать после горячего ключа начинается кстати перевал висят видите уже знаки что возможно и камнепады обвалы там есть такие участки вот мы даже к нему сейчас подъезжаем то что идет реконструкция будет табличка начало перевала потом дальше конец перевала это конечно не сочинский серпантин но тем не менее повилять придется вот там вот можно увидеть снег в горах этот мы на перевале видите самое стрёмненькое что может на перевале быть это прицепиться за грузовой машиной которая будет ехать очень медленно и собирать за собой огромный хвост в сочи вообще стоит указатель в каждом кармане перед каждым точнее карманом что водитель тихохода пропусти машину пропусти колонну вот и они заезжают эти карманы пропускают дальше снова едут а так хвост конечно растянулся вот видите конца и края нет сойдет хочу вам показать сколько едем все кубанские эти палатки рынки до кубанские лавочки все функционируют какие-то как вот эти работают но их еще до конца реконструирует потому что здесь в этом году снега было много и мы когда ездили после зимы у них у всех крыши были продавлены сейчас получается восстанавливают а дальше у нас друзья развилка кто-то едет налево кто-то едет направо нам соответственно в этот период жизни нам нужна правая сторона держимся на геленджик вот такая здесь развязочка то есть м4 наши продолжается а слева там какая-то что-то какая-то не помню точно вот они горы так мы проехали сейчас поворот на бухту инал тоже туда ездили ездили в не сезон гляньте выпуски а ссылочки оставлю в описании посмотрите может быть кто-то из вас тоже захочет это прикольное место вне сезона но очень много мусора вот мы заезжаем ведь стала геленджик геби узкие водопады это пригород это не замешал город но стела стоит видали сколько машин приехали все ноги пуски водопады наверное тоже сюда обязательно сгоняем мы заехали в архипаосиповка и чё хочу сказать вот я еду второй раз и при заезде в город с правой стороны стоит палатка и там как правило по крайней мере в ту раз у меня стоят поясники они так очень хитренько то есть там прям так с пригорка вылетаешь пара пара бам вот поэтому кто едет это не гоните там справляйте заранее скорость так смотрите значит проехали мы населенный пункт по моему текас называется и сейчас была табличка что начинается перевал начала перевала ведь подъем 6 процентов сейчас здесь дорога будет вилять петлять такие же прям крутые повороты на 180 градусов на сочинском серпантине но посмотрите какие впереди горы пусть они невысокие относительно но тем не менее они прекрасны вот смотрите мы заезжаем населенный пункт называется михайловский перевал и отсюда начинается веление такие влево вправо поворотики и все и после него получается заедем уже в этот меленджик вот покажу вам один из таких крутых поворотов и здесь штук 4 или 5 будет вот видите как джинкс мы все притормаживаем и получается вот дорогу уходит налево и потом сразу же опять направо давайте вместе с вами проедем этот поворот видите хоп и сразу направо и снова вниз вот так вот здесь что ты чинит реконструирует вот здесь вот такая жесткая реконструкция и мы в этой пробке простояли минут 20 наверное работает по светофору вот и собственно приходится стоять новую теперь пастели мы точно заезжаем меленджик сейчас получается видите страссы уходим вот поворачиваем направо и заезжаем в сам город заехали видите в город и вот они шикарные сосы начались справа горы слева море но пока море не видно что поздравляйте мы доехали значит вот этот черноморский район жилой комплекс черноморский я уже показывал выпусках наиболее такой район который мне больше всего нравится в геленджике до метра до моря 100 метров сейчас пойдем на квартиру смотреть мы уже и в лифте дети зашли как красиво как красиво галька галька морская не знаю как дальше будет но пока интересно мы приехали нам говорят такая-то квартира стучитесь мы стучим никто не открывает название ванна говорит там какая-то должна подойти ждем все мы заселились в общем взяли ключи сейчас единственное что быстро перегружу вещи в свою машину на своей машине заедут на территорию а позже покажу квартиру и теле отпустили но просто перегрузили все в свою машину посмотрите просто пятком пацаны спереди все поехали выгружать даже не представляете насколько сильно мы устали ну особенно я спину надорвал просто просто давай просто трыдец в общем сейчас ищем где покушать потому что мы голодные а позже уже непосредственно они правда 8 закрывается поэтому мы берем с собой и будем уже кушать дома так друзья мои делаю вам обзор этой квартиры дверь не обращайте пожалуйста внимание на бардак мы только зашли поели и вот так вот все валяется у нас в прихожке вот такие интересные стены голубо-белая есть полка счетчик так здесь значит нужно все это разберем ну понятно дело полы сразу у нас в прихожке есть шкаф один и встроенный шкаф купе но он огромный да вообще прям прям огромнейший привет вот эти в потолок идет здесь какие-то подушки и пердушки здесь что-то еще но остальное все свободно дальше давайте сразу ванна туалет башка уже не варит есть машинка есть душевая что еще есть унитаз и есть собственно раковина со стеклом ну достаточно так простенько дальше огромнейшая комната 1 здесь у нас будут два дивана здесь какая-то место видимо под что-то было доделают же такие штуки вот два дивана раскладываются вот на этой стороне у нас будет телевизор и кондиционер лампочки стол который раскладывается радиаторы огромное кстати панорамное остекление во всей квартире ведь ветер завоет там окна открыли ну и соответственно шкаф так вот снова прихожка с этого ракурса покажу и здесь уже непосредственно с кухня на кухне тоже диван пацаны кушают кухонка такого зеленого цвета в жизни никогда бы себе не сделал такую кухню стол 4 стулья тоже огромное панорамное остекление вам покажу вот так вот хоп а не вот так этот балкон у нас вот кстати эти на здесь есть балкончик даже можно даже на него выйти не будет виды вид у нас ветер сегодня вообще сильнейший ну и собственно верхний шкафов здесь нету видимо под вытяжку сделала здесь газ газовая плитка к сожалению духовки нету не знаю как мы будем наверно теперь придется где-то платно кушать раковина микроволновка вот и собственно а ну холодильник вот стоит шкаф но он скрытые здесь они видимо свои вещи хранят не знаю какое-то ведро не знаю видимо когда проблемы если там водой с водой наполняют и еще такая ниша вообще не понимаю зачем делают эти ниши еще к чему ну да ладно и кондиционер вот собственно вот так и все мы заехали вот теперь точно поздравляйте нас не обманули заехали так давайте теперь так по цене и почему мы в принципе сняли это жилье во-первых это то что вот этот район жека черноморский он самый клёвый самый свежий самый интересный и у нас на море всего лишь но метров сто вот мы вечером ходили до и минуты буквально и все и море на пляж спускаешься соответственно дальше пошли в бухту пляжи не городские живем на толстом мысе здесь квартиры есть кому нужно начинаются от примерно двадцати восьми тысяч это студии выстроил этот вариант за двадцатку однокомнатная большая однокомнатная квартира и мы даже думать не стали я говорю все берем сразу сделать сделать предоплату вот а что еще плюс будет коммуналка плюс интернет 500 рублей закрытые территории можно ключик взять но я не стал потому что него дополнительно залог оставлять три тысячи я говорю да типа здесь вообще забиты парковки во дворе а на улице там где все светится освещено там всего есть место поэтому смысл какой здесь мы значит проведем ближайшие два месяца посмотрим как дела пойдут будем отдыхать мы безумно сильно устали пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на на мой канал будет очень много моря очень много природы много леса много гор ну и как всегда наша жизнь пока